Когда жёлтый цвет у нас, мы стучим два раза. Один, два. Когда красный, мы хлопаем. Вот смотри. Давай вместе попробуем. Самое большое отличие таких деток в том, что если обычно ребёнок с первого раза практически схватывает эта ложка, эта чашка, там, из неё едят, то нашим деткам нужно повторить кому-то 10 раз, а кому-то и 100 раз. Но в любом случае на сотый раз он это усвоит. Главное не останавливаться и не опускать руки. Это была фотовыставка, которая началась 1 июня, посвященная Дню защиты детей. На фотографиях изображено 32 ребёночка. Это мой сыночек. Когда я спросила, это кто на фотографии, он говорит, это артист. Мы сдали анализ на кариотип. Три недели, да, ему исполнилось, и мы получили на руки результат. Я стала искать в интернете информацию и оказалась в таком абсолютном информационном вакууме и совершенно не понимала, что делать, куда двигаться. То есть я везде читаю, что нужно заниматься, нужно вкладывать, нужно очень много чего делать. А что именно делать, мне было совершенно непонятно. Родители со всего Казахстана, мы потихонечку общались, делились какими-то интересными вещами, занималками, видео, как, что делать, первыми результатами, первыми даже улыбками детей. Потихонечку стала откладываться картина вообще всего происходящего у нас в стране, у нас в городе. Из города я тогда знала буквально около 10 мамочек всего. Это сейчас, их уже более 300, которые у нас в базе. Тогда это было совсем-совсем маленькое количество. То есть на первую встречу у нас пришло буквально 4 или 5 человек всего. Это кабинет Монтессори. Во-первых, это сенсорика, то есть оно очень полезно для восприятия. Во-вторых, то есть здесь все вещи дети изучают в процессе. Возьмем вот эти вот геометрические тела. Хорошо. Мой ребенок их знал уже в 2,5 года. Я, когда мы пришли сюда, я не знала, что это овоит. Точнее, что вот это овоит, а это эллипсоид. Но на занятиях он это запомнил. Платош у нас вообще чудо. У него не 47, а 48 хромосом. То есть у него две лишние хромосомы. Лишняя хромосома, она дает сбой и усвоение информации, в первую очередь, мозгу. Здесь все зависит от динамики. То есть если динамика хорошая, он может в определенном возрасте уже стать более-менее самостоятельным. То есть в Алма-Ате есть случаи, когда ребята в 20-30 лет живут отдельно. Есть такие случаи, конечно, их очень мало, но они есть. Но есть и такие, где в 30 лет он не может выйти из дома, он не может приготовить себя кушать или сходить в магазин. Бывает и такое. Дети гораздо более открытые. Они могут спросить, а что с тобой прямо открыто, при этом без злобы. А взрослые иной раз по своему какому-то незнанию могут чего-то побаиваться. Бывают случаи до сих пор, что люди считают, что это может быть заразно. Даже врачи бывают спрашивают, а когда вы заболели? То есть такой совершенно непонятный вопрос, но даже такое встречается. Раньше такие дети чаще всего жили в интернетах. А ребенок, который не растет в любви, не растет в семье, он развивается совершенно по-разному. У меня даже был случай, у меня есть тетя в Караганде, она работала в доме малютки. И когда она узнала о диагнозе, она была очень расстроена. В какой-то мягкой форме даже тоже предлагала где-то как-то отказаться, хотя я это вообще не воспринимала ни в какую. И когда моему уже сыну было порядка где-то 9 месяцев, может быть, около года, она сказала, говорит, у нас в центре, в нашем детском доме малютки, есть ребенок, которому 3 года. Говорит, но он даже половина не умеет того, что умеет твой Данюшка. То есть в семье дети развиваются совершенно по-другому. В революционный центр «Солнечный мир» уже работает пятый год. И помогли уже, наверное, точные цифры, конечно, сейчас уже сложно сказать, но более 400 детям со всего Казахстана. Получился вот такой именно центр, где я собрала все зарубежные практики, то есть какие специалисты именно необходимы нашим детям. И в том числе на нашем опыте, то, что я наблюдала именно в Республиканском реабилитационном центре. Дети, которые приходили к нам, 7-8-9-летние, могло быть такое, что они еще не разговаривали. Но постепенно, постепенно, позже начинали произносить свои какие-то первые слова. А малыши, которые к нам пришли впервые в годовалом возрасте, и то есть мы с раннего возраста их загрузили в такой комплексной реабилитации, к 4-5 годам они уже более-менее начинали потихонечку разговаривать. Со спонсорами сейчас, особенно после пандемии, очень сложно. Государственный социальный заказ мы впервые заключили только в конце прошлого года. В этом году полгода у нас же опять же получился простой, потому что новый договор мы заключили только в мае. Конечно, если бы это все было вовремя, изначально, в начале года, хотя бы в феврале-марте, конечно, было бы гораздо проще. Такое наше очень большое достижение. Сейчас, правда, немножко мы шагнули назад, мы снова с этим бьемся, но уже нас слышат более-менее. Это санаторно-курортное лечение. Если раньше была такая система, что детки до 4 лет, пока они не устоят на учете у психиатра, так как это задержка в развитии, они без проблем могли ездить в санаторий на отдых. Сама мама отдыхала, психологический ребенок на свежем воздухе восполнял силой, и плюс они там получали лечение. То старше 4 лет, когда ребенок встает на учет к психиатру, сразу же эта опция была под запретом. Хотя абсолютно ничего не меняет. То есть просто элементарно, к примеру, у моего ребенка в день рождения в августе, если мы поехали в июле, то есть я еще могу ехать, в конце августа я уже не могу ездить. Немножко такая дуристика, но такой факт был, и нам удалось это изменить, и стали смотреть именно индивидуально. На чем мы сейчас еще пытаемся работать, это группа инвалидности. То есть у нас пособие по уходу за ребенком получает мамочка до 18 лет, и после 18 лет только дети, получается, первая группа. Первая группа, как правило, это дети достаточно тяжелые. У нас родители или вынуждены добиваться первой группы, потому что ребенок все равно может быть ограничен в передвижении, в ориентации в пространстве, то есть если его где-то оставить, он сам до другого места не доберется. Или если им дают вторую группу, они, соответственно, остаются без пособия, мама также работать не может. Они получают основную часть, это 42 500 на карту, а за остальные деньги, чтобы снять больше вот этого прожиточного минимума, они в итоге пишут объяснительную, объясняют, куда уходят эти деньги, и все это доказывают, чтобы получить вот эти вот несчастные 50 тысяч. В более развитых странах дети, во-первых, работают, то есть они обучаются не только в колледжах, они обучаются еще в вузах. И есть такие хорошие примеры, где дети, когда учатся, их не ограничивают в рамках одного года. К примеру, один курс или один класс – это один год, их не ограничивают. Их программы могут растянуть до трех лет, пока он не усвоит эту программу и не выйдет уже с готовыми знаниями. То же самое касается вузов и именно университетов. Человек, пусть там в 30 лет, но он выходит уже с дипломом о высшем образовании, и при этом он потом идет спокойно, с хорошими знаниями, именно трудоустраивается. У нас есть уже хорошие случаи трудоустройства. Одна девочка у нас на абсолютно общих условиях работает в гладильном отделе, то есть она гладит просто не полотенце, таскатерти, вот эти вот все вещи, абсолютно хорошо справляется с всей работой, то есть у нее был испытательный срок, она все это прошла. И так как у нее мама сейчас достаточно болеет, у нее очень больные ноги, она не может работать по состоянию здоровья, то есть девочка с синдромом Дауна, с инвалидностью содержит всю свою семью, обеспечивает. Когда этот фонд создавался, тогда я себе поставила такую цель и, наверное, испытательный срок, что если в течение пяти лет я увижу, что система будет хорошо меняться, то мы здесь останемся, я продолжу этим всем заниматься. Если изменения будут практически незначительные или их вообще не будет, то будем думать об эмиграции в страны, где будут хорошие условия для моего ребенка. И по истечении пяти лет я просто с восторгом поняла, что не просто там какие-то незначительные изменения, что те планы, которые я перед собой ставила, они даже перевыполнены. Конечно, вот эти вещи не могут не радовать этого первых. То есть сейчас я смотрю и я вижу, что мой ребенок спокойно ходит в обычный сад, также для него нет преград в школе, я вижу, как двигается система образования, что совсем скоро и программа будет хорошо для него разработана, и дальше он учиться сможет и трудоустраивается. То есть вот эти все вещи потихоньку-потихоньку, шаг за шагом, точнее даже, я бы сказала, семимильными шагами, они меняются. В других странах это менялось по 40-30 лет, а у нас это произошло буквально за 5 лет. И это не может не радовать. И в дальнейшем, конечно, хочется, чтобы просто ребенок рождается, по умолчанию у мамочки оказывается помощь, с семьей работают, и дальше ребенок развивается и без проблем, беспрекословно идет по жизни. И, конечно, в итоге дает пользу не только себе, не только своей семье, а точно так же приносит пользу государству. И каких-то, возможно, источников появляются знаменитые люди с синдромом Дауна уже из Казахстана.